Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Иван. Значит, представляю я тему, доклад на тему, вернее, на тему «Хождение в народ». Оно у нас проходило с 1860-х годов по примерно 1880-е. То есть, начало оно берет после отмены крепостного права. Предвестниками были, соответственно, Отечественная война, то есть декабристы. И дальше, когда все они поехали по ссылкам, тюрьмам и так далее, росло следующее поколение, в основном это были дворяне, образованные люди, интеллигенция, которые, начитавшиеся из революционных трудов, все смотрели на Европу. Потому что в Европе уже было взятие Бастилии. Это были... Европе, в принципе, присущи, как казарменной, довольно плотное население. Там все развиваться и должно было гораздо быстрее. Наши будущие социал-революционеры смотрели именно туда, в надежде то, что вскоре все-таки произойдет революция. К тому же, сама наполненность информационная, в то время была то, что вот-вот, вот немного, вот-вот, и все произойдет. И оно произошло. Но оно произошло примерно с 1849 по 1850, и так называемая «Весна народов». Прошла она по всей Европе, там, за исключением лишь некоторых стран. Закончилась довольно быстро. Как описывал Бакунин, эти события неизвестно подтвержденные слова. Никто их не подтвердит. Но сам описывал так, что расстреливали людей, самей солдаты. Собственно, сам он в идее революции разочаровался, именно в той, в Якобинской, так скажем, в республике. Поэтому нужно было искать новую теорию, новые какие-то свершения. Так. Далее, все эти студенты, разочаровавшие, так скажем, в Европе, стали возвращаться обратно. И 1953 по 1956 произошла Крымская война. Собственно, сам предвестник вот этой бури, как уже говорил. Все эти военные и так далее, то же самое. После войны, после проигранной, позорной, стали возвращаться назад, искать ответов. Далее последовало отмена крепостного права и, собственно, за рождение народничества. Так называемого. Прошу прощения. Написанные романы такие, как «Отцы и дети» Тургенева, собственно, спрашивали, кто же эти народники. Ответа сам Тургенев не дал. На что вот вечерный шефский выпустил свой роман «Что делать?», где в некоторых моментах были представлены именно формы работы фабрики, то, как она при новой форме, при новом устройстве, при разделении и так далее, она может более эффективно развиваться. Но сам Чернышевский это был как соратник Герцена, поэтому идеи, высказанные, вернее, доведенные до ума Герцена, они были такие, собственно, народников. Россия должна идти по своему пути. Капитализм чужд России. Русское общество не содержит соцоснового самодержавия. Россия придет в социализм, уминой капитализм. Опора – это община, а не семья. Руководить должны профреволюционеры, ну, профессиональные революционеры. Только революция может принести социдеи. Спустя время мы уже понимаем, что община не может заменить семью. В неком роде может, в неком роде, конечно же, нет. То есть кровные лузы, они, как и были, так и остаются самыми близкими. Русское общество не содержит соцоснового самодержавия. То же самое. Спустя уже больше полутора, 150 лет, да, мы поняли, что все-таки содержит. Неизвестно, какими путями, то есть это путем манипуляции, либо пропаганды. Но все-таки само самодержавие даже в 21 веке, оно нам не чуждо. Ну и так далее по пунктам. В общем, в 60-е годы Бакунина говорит, а, стоп, Герца, собственно, на канале «Колокол», газета была такая, что первым говорит, после того, как студенты не смогли состояться, что сокращение, был бунт студентов, их за это, бунты студентов проходили, их за это выгоняли, с вузов. И Герцин пишет, ну куда же вам деться юноши, от которых заперли науку? Сказать вам, куда? Народ, к народу, вот ваше место, изгнанники науки. И люди пошли, люди пошли в фельдшеры, люди пошли в учителя, в мастера, в мастерия, куда видели, туда и шли, где считали, что они могут пригодиться. Собственно, там они и пригодились. Поначалу это движение не было властью, принято прям так в штыки, как это было, например, при Николае Первом. То есть, как движение до, наверное, 60-69-го, когда вышел катехизис революционера, был так называемый деятель Нечаев, кардинально, или, как по-нашему сказать, радикально настроенный молодой человек, он считал, что после нас люди будут создавать, будут все делать, наше дело – это стать профессиональными убийцами режима. Был он прав или не прав, наверное, каждый видит по-своему, в общем, довольно противоречивая личность. Самый в этом катехизисе, в первом пункте пишет революционер, человек обреченный, сразу как бы веет холодом, у него нет своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным интересом – единою мыслью, единою страстью, революцией. Сам этот товарищ закончил Петропавловской крепости, отсидел 20 лет, собственно, там и умер. Сел он туда по уголовному делу, но обращались с ним как с политическим заключенным. Вот, собственно, так же в 60-е была создана «Земля и воля», она прожила всего три года, самораспустилась, потому что члены не могли договориться друг с другом, куда же им, собственно, двигаться. Но из самого названия следует то, что «Земля и воля» это, собственно, отдать землю крестьянам, распределить ее между мужчинами и, как бы, насадить самоуправление на местах. Как вы уже догадались, это, собственно, были деятели анархизма. Дальше членов «Земли и воли» кого-то посадили, кто-то из них вышел и оказался как недоволен, не нужен, не пересоздают организацию уже в 76-м году. Так же она просуществовала до 79-го года. Дальше в партии в их раскол, ну, в организации, не в партии, происходит раскол, на что она делится на народную волю и черный передел. То есть черный передел это были сторонники больше агитации пропаганды, то есть разъяснять крестьянам их права, говорить, как действовать, ну, бороться более, так скажем, гуманными методами. На что народная воля ответила, что надо устраивать террор, бунты и уничтожать, собственно. Им это удалось. убийство Александра II в 81-м году, собственно, положило конец своим народникам, потому что начались гонения, дела статьи 93, различные другие суды-пересуды, оно уничтожило, так скажем, внутренний потенциал самого народничества, на что деятели, которые, так скажем, придерживаются более гуманных принципов, уже стали вдохновляться идеями марксизма, собственно, с 1880-х годов так называемые появляются организации уже марксистские, которые действовали на территории России. Значит, я прошу прощения, потому что очень мало рассказал о пропаганде и агитации, но здесь еще, так скажем, берет есть место такой вещи, как сам народ не принимал их идеи, сам народ не принимал идеи народников, они были ну вот как к примеру к нам придет золотой мальчик и начнет рассказывать вот вы так несчестно живете, надо делать то и это, мы его естественно всерьез никто не воспримет, потому что к чему ты учишь, если ты этой жизни жизнью не жил. При этом сами дворяне, эти студенты интеллигентные, образованные, они понимали насколько роль крестьянства важна в этом роде, пытаясь делами доказать, они все равно были не приняты как на местах, так и самим крестьянцам, собственно, выдавались, судились и так далее, но в России, по мнению опять же историка, это мнение немножко вкула, но у историка Пыжикова, он сказал, что эти идеи проросли в класс именно людей, которые не имели ни своего, ни дома, ни там какой-то частной собственности, ничего, то есть у них была личная собственность, там это были кто-то вроде перехожих людей, там водители медведей, гуслеры, рассказчики какие-то, которых привечали в каждом доме. За счет того, что они рассказывали, строили какие-то сценки, поведали какие-то истории, они шли с запада на восток, с востока на запад, они знали Россию лучше, чем кто-либо еще, и народом они воспринимались, то есть в отличие от этих студентов, которых выгоняли, этих уже артистов, или, как сказать, народных деятелей, их уже народ не выдавал, за что были реально различные дела, вроде медведь опасен для человека, то есть убивали медведей, и их жители обязаны были выдавать, это на камню подрубало все былиное творчество и потенциал русского народа, то есть здесь начинается с этих времен уже именно депрессия, культурный вакуум, что ли, на что люди опять же начинают искать ответы. Собственно, подводим итоги, народничество даже может быть непрямо, но косвенно размочило вот эту корку незнания, неведования. Сейчас, если мы берем даже наше настоящее время, как говорится, откат в прошлое идеального невозможен, но в каких-то местах, вот именно в том, что люди сознанием, они ближе к народничеству, нежели к крестьянству до времени, то есть виновата власть, виноваты там зажравшиеся люди, есть определенные люди, имеющие какой-то там доход, состояние, но которые солидарны больше с народом, но также мы имеем современные различные проблемы, и вирус, и техника, и также крестьянского класса не существует, потому что наши технологии нам позволяют иметь больше рабочих менеджеров, офисных сотрудников и так далее. Собственно, из опыта этого мы лишь можем сказать, то, что революция прямо сейчас она невозможна, но она вполне себе возможна в скором времени. В скором времени, но не обязательно это будет социальная революция. Как и тогда, так и сейчас у нас существует огромное количество споров между блогерами, тогда существовали различные споры между писателями, также обвиняли в либерализме, в фашизме, ну или там как в социалшинизме, в неприятии того, в незнании, там ты предатель, ты значит не разбираешься, ты не пожил, ты не работал. Все это мы имеем также и сейчас, но, как говорится, надо иметь свою повестку дня, собака лает, караван идет. Если на все это отвлекаться и не создавать таких ключевых произведений ключевых дел, дело с места не сдвинется. Из истории мы также это видим. Все эти расприи забыты, но эти романы уже прожили 150 лет. Дела вроде декабристов они помнятся до сих пор. Собственно, у меня все. Почти шесть что может порекомендовать почитать по теме народного катафизиса революционера обязательно. Это мне кажется кульминация вообще нигилизма того времени, радикализма. Так же что делать Роман Чернышевского? А по самим народникам? По самим народникам ну честно я глубокую литературу не вдавался я все-таки шел по статьям. Статьи я бы не рекомендовал. Наверное все-таки лучше искать первоисточники и что же я хотел Пыжиков? Суржиков суржиков так там ну суржиков то время очевидно не знаю Пыжикова слышал с Пыжиковым надо быть поаккуратнее он этот он короче про масонов задвигать очень любит так что да 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 я с этим и слышал просто я его не особо я как бы о нем только узнал когда собственно тянули нет ну с другой стороны народники и масоны они как раз там были все в то время все связаны это было да потому что Пыжиков всех патриотскистов обвинял что они евреи там что они масоны причину сосредственства да там ну просто человек видимо болен ну фиг знает я не знаю возможно не исключено ну Нечаев тоже услышал в таком лапамине он же есть даже термин такой Нечаев честь него и нас это как раз стать профессиональным революционером так что Михалыч можно сейчас собраться в какие-то подвороте и выйти с кроватыми руками и получи профессиональным революционером кстати говоря Нечаев он и скомпрометировал само движение революционеров то есть им сейчас не говоря его имени вот им его с подвижниками тычут наши собственно федералы то что мол революционеры вот они вот именно такие и никакие другие они не могут быть то есть было как бы три основных движения это бунтарское пропагандистское заговорщическое то есть он сторонник заговорщичества больше движения при этом пропагандистское вроде которое говорил Лавров то что надо приходить говорить надо разбираться в юридических терминах пропагандировать именно как можно бороться законными методами или там бутарское типа устраивать стачки забастовки это все в сторону